Бسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين ومن تابهم بحسان إلى يوم الدين الحمد لله يقدم من يشاو بفضله ويؤخر من يشاو بعدله لا يساله مخلوقنا عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры الحمد لله сегодня у нас 17-й теравих уже первая половина Рамадана прошла так быстро, سبحان الله Рамадан этот, سبحان الله каждый из вас наверное ощутил прилетает просто, سبحان الله просим Всевышнего Аллаха чтобы принял от нас посты и молитвы те, которые мы совершали в этот месяц и также чтобы Аллах дал нам силы и возможности должным образом провести остаток этого месяца, иншаллах чтобы Аллах принял от нас наши посты наши молитвы и не бросил нам это в наши лица сегодня наше, الحمد لله, наш эфир пока отключим сегодня наш эфир, الحمد لله, مع القرآن في رمضان вместе с قرآنом, вместе с رمضان сегодня мы разберем с вами аяты из سورة الروم из سورة الروم с 14-го аята по 22-й аят с 14-го аята по 22-й аят سورة الروم вначале их, как мы обычно читаем вначале прочитаем эти аяты, иншаллах и потом мы постараемся их объяснить, иншаллах 30-я سورة священного Корана читаем с 14-го аята 40-bahn кукукия кукукия кукукак Субтитры создавал DimaTorzok 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 Асхабы Аравы Не по их желанию Субтитры создавал DimaTorzok Грех Если он искренне И когда уже положит его в могилу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Абхабы Абхабы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому ал-хабр, л-юхбаруны, слово хабр, то есть юзайянун, приукрашены, украшены будут в райских обителях. Поэтому, как сказано в хадисе, когда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, слушал, как читал Абу Муса, и он, когда повернулся к нему, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, ему что сказал? Утита мизмара мин мазамиры али-дауд, тебе дан мизмар, горн, который был во времена али-дауда, алейхи салам. На что Абу Муса, когда повернулся к нему, сказал, я, Расуллаху, ла кунту а'ляму, анна ка тастамиу алейхи, ла хабартуху ла ка тахбира. О, посланник Аллаху, если бы я знал, что ты служишь меня, я бы тебе приукрасил бы, еще красивее бы прочитал бы тебе этот Коран. Вот из этого юхбарун будут украшены в райских обителях, в садах, они там будут радостными. И самое лучшее, уважаемые братья и сестры, что может быть в раю, это рая, ваджхилляхин, азим, это увидеть лика Всевышнего, создать Аллаху салам ата али. Поэтому также юхбарун, это говорится, куллу ниаматин, зати аثرин аля ла абди и юбка. Куллу ниаматин зати аثرин аля ла абди и юбка. Это юхбарун, это слово, это та милость, которая оставляет след на своего раба при этой жизни, из его деяния, которые он делал, он будет приукрашен посредством этих деяний в раю. И самое великое, что в раю будет, это увидеть лика Всевышнего Аллаху субхану ата аля. Например, возьмем пример, если кто-то говорит, например, если взять до того времени, когда не было этих технологий, не было видео, телевизоров и так далее. Может быть, помните раньше тогда, когда наши деды целый день делали то, что восхваляли такого-то человека, он мне столько-то помог по жизни. И каждый из нас хотел увидеть это. Кто это же такой дедушка, ты его так много хвалишь, что он такое благое для себя сделал. Хотим мы его увидеть. Или сейчас, например, даже ты про кого-то расскажешь, про какого-то ученого, про какого-то брата, про какого-то достойного человека, и спрашивают у тебя дети, покажи нам его фотографию папы на телефоне, где его можно найти, как написать его имя в интернете, чтобы его увидеть. То есть, хотят люди увидеть, кто же он такой, о котором постоянно хвалится. Но, однако, когда мы читаем Кур'ан и видим, когда, как Аллах, восхваляя себя в Кур'ане, Валлахи, один раз повторить эти слова, два раза, пять раз, сто раз, тебе не надоест, нам это не надоест, братья, это повторять. Когда ты увидишь Аллаху, Субханава Та'али, то, что более счастья, более лучшего этого, ничего прекрасного этого нет. Когда ты видишь, что твой отец, например, зашел домой, и у него радостная улыбка на лице, и ты тогда понимаешь, или твоя мама зашла, почему она радостная, потому что она там встретилась с кем-то, или какая-то самиад хабар, саид, какой-то она счастливую весть услышала, или еще что-то, и ты видишь, как лицо меняется, сиять начинает, от какой-то радости, а это дуньявые, то есть не останется, это все пройдет, и не вечно. Однако, что может быть, какие лика будет людей в судный день, когда в раю, когда они увидят Аллаха, Субханава Та'али. Поэтому мы сейчас с вами постимся, мы с вами молимся, мы с вами читаем Коран, читаем про Аллаха, какой Он великий, какой Он милостивый, какой Он милосердный творец. Я думаю, каждый из верующих хочет увидеть Аллаха. Мы сейчас поклоняемся Аллаху, Субханава Та'али, не видя Его. Однако, каждый из нас хочет и скучает увидеть лика Аллаха, Субханава Та'али. Как Аллах в Коране сказал, «В судный день будут счастливы, прекрасные лица, от того, что они осветлены, освященные, от того, что они увидят лика Всевышнего Аллаха, Субханава Та'али. Я прошу Всевышнего Аллаха, Субханава Та'али, чтобы по своей милости дал нам с вами возможность увидеть лика Аллаха, Субханава Та'али. Это самое великое, что может быть. После этого, как вы видите, услугу Кур'ана То есть, именно как в Кур'ан Именно приходят его аяты Вначале про одних рассказывает Говорит нам про верующих, которые в рию Потом говорит про те противоположные группы людей, которые в аду Всевышний Аллах Субхану А.В. говорит Однако те, которые не уверовали в Аллаха И сочли знамения Всевышнего Аллаха Субхану А.В. неверными То есть, не поверили в знамения, в аяты Всевышнего Аллаха И в встречу в судный день То они будут в мучительном наказании Мучиться в мучительном наказании Опять же, это не по их воле Они будут там Потому что, если была бы их воля убежать Они бы убежали, но некуда бежать Куда они убегут, ведь перед ними Господь И нету возможности вернуться обратно в жизнь Отсюда мы понимаем, что в двух словах Что такое религия В двух словах, если вкратце Рассказать, что такое религия Религия – это уверовать В аяты, в знамения Господа миров И, соответственно, этим аятам, этим знамением Действовать, совершать благие дела Вот это в двух словах религия После этого, уважаемые братья и сестры Как Аллах, субханаму ата'аля Описал людей, которые будут в раю Людей, то есть в судный день Люди разделятся, одни в раю, другие в аду Аллах, субханаму ата'аля, сказал Описал, как будут наслаждаться в раю Как будут наказываться в аду Когда Аллах, субханаму ата'аля Когда Аллах, субханам, написал нам положение верующих и положение неверующих День суда Тем самым, Аллах, субханаму ата'аля, Ахбаран лана После того, как Аллах, субханам, нам все это описал Он нам показал в этих аятах То, что Аллах, субханаму ата'аля Кроме Аллаха, субханаму ата'аля Никто не может сотворить человека, кроме как Аллах И никто не может забрать жизнь, умертвить, кроме как Аллах, субханаму ата'аля И никто не сможет воскресить, кроме как Аллах, субханаму ата'аля И никто не сможет собрать вместе всех, кроме как Аллах, субханаму ата'аля И никто не сможет наградить поклоняющих, праведников, верующих Никто, кроме как Аллах, субханаму ата'аля И никто не сможет наказать неверующих, мучериков, язычников, неверующих. Никто не может наказать, кроме как Всевышний Аллах. И вот этот Всевышний Аллах, когда мы познали Его величие, то, что Он всемогущий, только Он Творец, вот здесь каждый из нас должен восхвалять Аллаха, восхвалить Его величие, Его мощь, Его возможности, Его милость по отношению к верующим, Его суровые наказания по отношению к неверующим. Отсюда человек начинает восхвалять, возвеличивать Аллах. И когда люди должным образом не восхвалили Аллаха так, как полагается Ему, после этого Аллах в аятах сам себя восхвалил. Поэтому Аллах, субханалу, самый... Аль-Куран Азим. Куран великий, уважаемые братья и сестры. В Аллахе. Вы сейчас читаете, мы с вами читаем, понимаем, что это великое слово. Великое слово Аллаха. Но самое, что великое в Куране, это хадис Аллаха ан-Нафси. Когда Аллах сам о себе говорит в Куране. Когда Аллах, субханалу, сам описывает себя, как Он великий, как Он могущественный, какие у Него есть возможности, как Он милостивый, как Он милосердный, как Он прощающий. Когда Аллах о себе говорит в Куране, это самое великое, что есть в Куране. И отсюда человек понимает то, что, как сказал Аль-Изу ибн Абдул-Салям, В Аллахе, ничего люди не смогут достичь без Аллаха. Как это не достичь Аллаха без Аллаха? После этого Аллах, субханалу и субханалу, сам себя восхвалил и сказал, Субханаллахе, хина тумсуна, хина тусбихун, وله الحамду фи السماوات والأرضи, ва ащиян, ва хина тузхирун, يخرجу الحия минал мэйти, ва юخرجу المэйти минал хай, ва юхи ларда баўда маутиха, ва кذалик тухраджун. Субханаллахе, 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 сказал, Ва схвалайся Аллаха, хина тумсуна, ва хина тусбихун, утрам, вечером и утрам, وله الحамду фи السماوات والأرض, ему принадлежит похвала, хвала в небесах и на земле, ва ащиян, и вечером, перед полуденным временем, ва хина тузхирун, и в обеденное время, то есть постоянно ему принадлежит хвала, юхриджу الحия минал мэйит, он из живого человека выводит мертвого, то есть умертвает человека, ва юхриджу الحия минал хай, из мертвого, юхриджу الحия минал мэйит, из мертвого выводит живого, то есть дает жизнь, ва юхриджу الحия минал хай, из живого выводит мертвого, то есть забирает жизнь, ва юхи ларда ба'да маутиха, и оживляет землю после того, как она умерла, как почва погибает, в заморозке, потом, когда тепло становится, она заново рождается, ва кедалик эту храджун, и таким образом и вы оживитесь, вы выйдете из своих могил. Ученые говорят, инна аттасбиха фил Кур'ан, если в Кур'ане приходит тасбих, восхваление Всевышнего Аллаха, связанное с временем, то это указание на молитвы, на намаз. Например, здесь ученые говорят, восхвалять Аллаха вечером и утром, имейте в виду вечером, намаз в Магреб, и аиша утром, аль-фаджр, перед полуденным временем, и в обеде на аср и дзухр. То есть это, так скажем, такое правило, когда восхваление об Аллахе идет, связано с какими-то временами. Поэтому, уважаемые братья и сестры, здесь, когда мы читаем вот эти аяты, о величии Аллаха, как Ему принадлежит похвала, как Он себя восхваляет, в Аллахе нету ничего, более любимый, любимый для сердца верующего, кроме как слышать это. Самое любимое, что человек хочет услышать, бывает какие-то что-то радостные, какие-то приятные слова. Но для верующих, да, Аллаху, если мы останемся на имане, амин, и просим Всевышний Аллаху, чтобы оставаться всегда на вере, и покидать эту жизнь с верой, самое любимое, что можно послушать своим сердцем, своим ушами, это когда Аллах восхваляется. Когда Аллаху, Субхану, восхваляется. В Аллахе нету более любимых слов, нету более любимых, и что можно услышать вообще, кроме как аяты, где Аллах, Субхану, 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 и вода. Адама, наш первый отец, Аллах сотворил из глины, это земля и это вода. Вместе смешать, это получается глина. Опять же, когда мы с вами хотим взять омовение, мы или берем воду, водой, воду, если воды нет, то берем таямум, землей. Аллах сотворил нас из чистой вещи и возвращает нас на основу из того, из чего нас сотворил. Из его знамения, то, что он сотворил вас из земли, после этого стали людьми, то есть начало распространяться по земле Аллаха, разделились на кланы, разделились на нации, на гражданство и так далее. Но в основе, как сказал все вы от Адама, Адам из земли. Поэтому Аллах в Коране сказал И после этого я вас сотворил, полюбил, сделал кланами, народами, племенами, дабы вы познавали друг друга. И после этого всего Аллах сказал ИННА АКРАМАКУМ АИНДАЛЛАХА АТКАКУМ Наилучший из вас перед Аллахом кто? АТКАКУМ Тот, кто более богобоязненный. Тот, кто более богобоязненный. Вот это вот именно самый лучший человек перед Аллахом. Аллах не сказал АГНАКУМ, самый богатый. Нет, АТКАКУМ, богобоязненный. После этого Всевышний Аллах сказал ИННА АКРАМАКУМ АИНДАЛЛАХА АТКАКУМ животный мир, подводный мир, растения, положительный заряд, отрицательный заряд. Каждую вещь Аллах сотворил со своей парой. И в этом же аяте, Аллах Субхану в 21 аяте, говорит из его знамения то, что он из вас же вам сотворил пару. Из Адама и Еву. Теперь задается вопрос, для чего Аллах нас сотворил парами? Мужчину и женщину. Первое. Дабы вы успокоились, нашли успокоение. Поэтому, говорится, когда Аллах Субхану сотворил Адама и вел его в рай, а в райу пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и салам, сказал, в райу то, что глаз не видел, то, что ухо не слышал, и человек даже своим сердцем не может такую красоту представить. Даже будучи там, он не успокоился до тех пор, пока Аллах ему сотворил пару из него же Хавва, нашу маму Еву. Поэтому ученые говорят, пока девушка не вышла замуж, до конца успокоение не может получить. Мужчина пока не женился, он не может успокоение для своего сердца какого-то рода получить. Второе. И это, иншаллах, послужит, чтобы союзы, брачные союзы были крепкими. Всегда должно беречься спокойствие в семье. Иногда или мужчина, или женщина из-за каких-то мелочей сами создают беспокойство. Из-за какой-то мелочи не стоило того же. Наоборот, мы должны, муж, жена, они должны беречь успокоение в семье. И если посмотреть, вот опять же работы имамом, видишь, что когда люди приходят с вопросом талака, развода, если теряется в семье одна из трех этих вещей. Первое, если теряете спокойствие. Аллах, Субхану, сказал в Куране, я сотворил из мужчины женщину для того, первое, из вас же сотворил вам пару, чтобы вы успокоились. Второе. Между мужем и женой Аллах сотворил мавадда. Мавадда это не просто любовь. Некоторые переводят любовь. Но, однако, есть арабский язык, он богатый язык. Есть слово махабба. Это больше любовь, как слово хабиб. Слово махабба, именно любовь между братьями. Есть слепая любовь. Больше на страсть похожа. То, что не присуще верующим. А мавадда, именно это любовь с заботой, с переживанием друг о друге. Вот такая должна быть любовь, близость. Вот это вот чувство между мужем и женой. И третье. То, кто не милостивый, к нему не будет милостивый Всевышний. Пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям сказал к милостивым будет милостивый, милостивый. То есть Аллах, субхану ва Та'але. Также Пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям сказал будьте милостивым к тем, кто на земле, ко всем, к людям, к животным, к растениям. Будет к вам милостив тот, кто в небесах. И в конце Аллах Субхану А.С. сказал «Инна фи далика ла аяти ли кауми тафаккарун» Поистине в этом знамение для размышляющих людей Посмотрите, обратите внимание Этот аят Аллах Субхану А.С. начал из его знамений Из знамений Аллаха И закончил поистине в этом знамении То есть семья это великое знамение Аллаха И последний аят на сегодня «Ва мин аятихи ханку с самавати вал арб» Из знамений, из его знамений Из знамений Аллаха Творение, создание небес и земли Семь небес Так же семь земель, как говорится Между небесами табакат Есть именно слои Вот этот слой И заполнены ангелами Аллаха Субхану А.С. Который постоянно его восхваляет Всевышнего Создателя Субхану А.Т. Это творение земли Небес и земли Более величие это творение, чем творение нас Аллах в Коране говорит Поистине создание небес и земли Это более величие, чем создание людей Из знамений Аллаха Из его знамений то, что он сотворил небеса и земли И то, что Аллах сотворил разными То есть разнообразие в чем? В ваших языках и в ваших цветах кожи Поистине в этом знамение для знающих людей Хотелось бы обратить внимание То есть у вас разные То есть Аллах Субхану А.С. Кого-то с белой кожей Кого-то Аллах сотворил с красной Кого-то Аллах сотворил с черной Кого-то с желтой и так далее То есть цвета кожи у всех разные Так же языки Кто-то разговаривает на русском Кто-то на татарском Кто-то на войнахском На чеченском На дагестанском В Дагестане там сколько языков Наших братьев и сестер Кто-то на английском На французском То есть в этом знамение Аллаха Субхану А.А. И хотелось бы обратить на это внимание Занять чуть-чуть у нас время и о следующем сказать. Бывает такое, что люди иногда по своей несправедливости, по своей неграмотности возвышаются. Один народ возвышается на другим народом. А Аллах, Субхан, запрещает это. Говорит, пусть один народ не возвышается на другим. Типа, моя нация лучше, чем твоя. Или моя страна лучше, чем твоя. Это запрещено. Нельзя гордиться этим. Нельзя возвышаться своей национальностью на другой национальности. Аллах в Куране что-то сказал? Нету разницы между арабом и неарабом. Разница в чем? В богоборязнице сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхмусалям. Абу Дарр, в сахабе, когда у него был спор с Билалем, рада Аллаху альху, а Билал был хабаший, эфиопец, темнокожий. И до того дошло то, что он сказал ябна сауда, о, сын темнокожий. Но он не хотел это говорить, в гневе был. И тогда он пожаловался пророку Мухаммаду, салаллаху алейхмусалям, посланник Аллаха, салаллаху алейхмусалям, позвал Абу Дарра и сказал ты его попрекнул его мамой. Ты его попрекнул его мамой, то есть то, что он темнокожий, он черный, как иногда говорят, это темнокожий, это черный и так далее. Ты его попрекнул его мамой. Ты, говорит, тот человек, в котором еще осталась джагилия, времена невежести до ислама. И это зашло в сердце Абу Дарра. И он начал плакать, рыдать. Пришел Белялю Радаллаху, он положил свою голову и сказал прыгай на моей голове, наступай на мою голову. Если во мне осталось что-то из джагилия, пускай ты сейчас выйдет, перед тем, как это откроется в судный день. Так же был, кстати, Джуль Айбиб. Джуль Айбиб, один из подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхима салям. Он был бедным, был нищим. Так же говорится, что, ну, как бы, не был таким красивым. И он хотел жениться. И никто за него не отдавал свою дочь, свою сестру. Не выдавал за Джуль Айбиба. Он пришел тогда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхима салям, и сказал, о, посланник Аллаху, жени меня. И на что пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхима салям, подошел к одному из ансаров, к одному из жителей Медины и сказал, он знал, что у него есть дочка, он сказал, я хочу попросить твою дочь, руку твоей дочери. Этот подвижник, ансарья, обрадовался. Говорит, это для нас честь, почет, о, посланник Аллаху, конечно. Даже не спрашивал свою дочь и так далее. Конечно, я отдам ее. И потом пророк Мухаммаду, саллаллаху алейхима салям, сказал, Не для меня, я прошу, для джулайбиба. И тут сразу он, я должен спросить у ее мамы. Пошел к своей супруге и говорит, посланник Аллаха, а дочь слышала этот разговор, посланник Аллаха попросил руку нашей дочери. Она образовалась, говорит, наши глаза, то есть это такое высказывание, то есть как прекрасно, как обрадовалась она, так сильно обрадовалась, говорит, и это для нас честь, посланник Аллаха попросил руку нашей дочери. Он говорит, не для себя попросил, для джулайбиба. Тогда мама говорит, нет, мы не отдадим для джулайбиба свою дочь. Вот эта молодая девочка услышала разговор и сказала, посланник Аллаха просил меня, да, говорит, для джулайбиба, да. Как вы можете отказать посланнику Аллаха? Как вы можете отказать посланнику Аллаха, я даю свое согласие, я выйду за него замуж. И это дало свое согласие. И вот когда в эту ночь, когда он женился, и тогда начал призывать один сподвижник, начался джихад, началась битва. И он оставил свою супругу, которая вот только поженился, и пошел на Газуа, на битву джулайбиб. И многих, аль-хамбудля, там на этой битве, то есть показал свое мужество и погиб на этой битве. Погиб в день, когда он женился. После битвы пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, обратился с сахабом, кого вы потеряли, кого убили, то есть кого нету в наших рядах, кто умер шахидом. Сахабы говорят, фулан во фулан, фулан во фулан, такого-то, такого-то нету, такого-то, такого-то, такой-то, такой-то погиб. Посланник Аллаху, еще кого вы не нашли из живых? Фулан, фулан, еще кого, того, того, того. А пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, а я, говорит, потерял джулайбиба. И когда увидел его мертвым, на поле битвы, взял его, посланник Аллаха, салаллаху алейкум, сам поцеловал его в лоб, сам его завернул, то есть взял, положил его в могилу, и сам ему прочитал джаназа. И сделал за него дуа. И сказал, обратился к Аллаху, и сказал, я раби, о, мой Господь, этот твой раб, из твоих рабов, джулайбиб. Я из него, и он из меня. То есть я частичка его, и он частичка меня. Господь мой, я доволен им. О, мой Господь, я доволен им, и ты будь доволен им. Я доволен им, и ты будь, я Аллах, доволен джулайбибом. Поэтому, уважаемые братья и сестры, темнокожие, белокожие, это все создание Аллаха. Это Аллах сотворил так всех. У одного цвет кожи такой, у одного нации такая, у одного рост такой. И так ни в коем случае нельзя. Всевышний Аллах говорит, не кидайте друг другу клички, там специально, как когда-то, а это там короткие, это маленькие, и так далее. Это харам запрещено. Будут прокляты все лумаза. Лумаза, кто? Когда человека пародируют, там специально с издевкой над ним, его голосом, или его внешностью, там специально, как бы вот с этим, с издевательством это делают, им они прокляты, говорит Аллах, Субханава Тааля, Священным Кураном. В Куране. Я прошу Аллаха, Субханава Тааля, чтобы мы были из Ахляни Курана, из людей Курана, те, кто рядом с Аллахом, Субханава Тааля, из семейства Аллаха, Субханава Тааля. Я прошу Аллаха, чтобы принял наши поклонения, наши покаяния, чтобы мы были близки к Аллаху, Субханава Тааля, своей верой, своими поклонениями. Это то, о чем мы сегодня хотели рассказать, то, что хотели прочитать. Прошу Аллах, чтобы эти деяния были ради удовольствия нашего Создателя, Аллаха, Субханава Тааля. Жизак, ума хайр, братья и сестры, иншаллах. Сейчас пойдем читать Тарабих. Иншаллах, делайте дуа за нас, и за вас, за все ума послание к Аллаху, саллаллаху алейху ассаляму, и, иншаллах, до новых встреч. Ва саллаллаху а'ля, Набина Мухаммад, ва аля, алихи и сахаби, и салам.